Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал отвертка. Пять смартфонов, которые не хотят чинить в мастерских. В современных телефонах мастеров встречают подлые, нищем не совместимые винты, аккумуляторы в трудно доступных местах и клей, чтобы неповадно было ремонтировать. Ремонт хитроумной модели стоит очень дорого, а если за него вообще берутся. И сегодня наш канал расскажет о самых непригодных для починки смартфонах. Это канал Отвертка, канал домашнего мастера. Итак, пять смартфонов с худшей компоновкой внутренностей, ломаются даже во время починки. Итак, поехали. LG G6. Покупатели сами виноваты. Тот самый случай, когда корейские инженеры имеют право сказать, не мы такие, жизнь такая. Потому что LG до последнего сопротивлялись в моде на тонкие, на фаршированные клеем и бесчеловечно по отношению к ремонтникам сконструированные мобильники. Потому что LG G3 был великолепно сконструированным флагманом и ремонтировался не легко, а очень легко. 8 баллов из 10 возможных за ремонтопригодность. Следующий аппарат LG Nexus 5, даже при своей литой конструкции, которую просил Google, допускал простую замену любой начинки. Махнуть аккумулятор, динамик, вибромотор, порт microUSB или даже микросхему не составляло труда. А G4 был не просто ремонтопригодным, а сенсационно практичным мобильником со съемным аккумулятором и корпусом, который можно было раскрыть после недолгой возни с винтиками, во времена, когда Galaxy S6 уже стал литым и стеклянным. В LG G5 уже была несъемная крышка, но разобрать его было легко. Демонтируете винтики на месте аккумулятора обоймы и все потроха смартфона у вас перед глазами. Помогла ли человеческая или человечная конструкция продажам G-серии? Абсолютно нет. Apple, Samsung и Sony продавали сложные в ремонте смартфоны большими тиражами и горя не знали. Поэтому в G6 имеем то, что имеем. Итак, некая символическая ударопрочность у G6 есть. Стандарт MIL-STD810G означает, что смартфон 26 раз уронили на фанеру с высоты 1,2 метра и он выжил. Но стекло по обе стороны означает, что счастливого билета у вас не будет. Разобьете либо заднюю крышку, либо дисплей. Один такой небьющийся, по словам представителей фирмы LG, G6 разбили прямо на российской презентации. Задняя крышка G6 залита клеем изнутри, поэтому ее приходится разогревать, прежде чем демонтировать. Дисплей тоже вклеен почти намертво. Это все последствия водостойкости по классу IP68. В остальном все не так уж печально. Охлаждение процессора качественное и легко демонтируется. Разъемы 3,5 мм для наушников и USB Type-C модульные. Заменить их несложно. Аккумулятор супер огнеупорный. LG вынесли урок из неудач коллег с возгоранием Samsung Galaxy Note 7. Но iPhone 7 с такой же водозащитой и стереодинамикой, да еще более горячим процессором, разбирается менее хлопотно и гораздо более прочим. Поэтому серьезных поводов для радости G6 не дает. Мобильник настолько же хлопотен в разборке, как и новые собратья, только еще и более хрупкие. Итак, делаем общий вывод по аппарату LG G6. Что не так с ремонтопригодностью? А что не так? Обилие клея, вкрепление дисплея и задней крышки. Стекло спереди, стекло сзади. Это гарантированный ремонт при падении на металлическую или бетонную поверхность. Рейтинг ремонтопригодности 5 из 10 баллов. Маловато. А если не учитывать ремонтопригодность? Ну, смартфон неплохой. Не самый крутой из флагманов по части быстродействия или ночных снимков. Но такого сочетания почти безрамочного дисплея, качественных камер, звука в наушниках и водозащиты за 30 тысяч вы больше не найдете. Сколько стоит? Официальная розница 48-52 тысячи рубликов. Серая розница 30 тысяч рублей. Итак, следующий кандидат нашего видеообзора – Sony Xperia Z5. Потеря водостойкости и ловушки во время ремонта. В отличие от LG, сложный ремонт мобильника в Sony – это старая история. По сути, водостойки Xperia первыми подготовили мастеров к тому, что сейчас они наблюдают в LG и Samsung. Например, 4 года назад на примере Xperia Z сотрудники сервисных центров привыкли к тому, что несъемную заднюю крышку нужно нагреть, прежде чем снять. И к тому, что для демонтажа материнской платы нужно снимать дисплей, который держался на водостойником скотче. В общем, ребята были в восторге от японского инженерного гения. Настолько в восторге, что расположение шлейфов, жесткое крепление мат-платы внутри, есть шанс погнуть ее, когда снимаете, и неизбежный люфт корпуса, плюс потеря водостойкости после ремонта, стали фирменной особенностью всех пяти поколений Z-серии. Во флагмане 2015 года Xperia Z5 изменилось мало что. Много клея на задней крышке, которое нужно отсоединять от корпуса присосками. Сканер на боковой грани, к которому очень сложно подступиться. Огромное количество клея везде. На дисплее, который сложно извлечь из корпуса, и можно заменить только после полной разборки. На камере, на микрофонах, вообще везде. Только аккумулятор можно переустановить без проблем. Но даже после этого водостойкость Xperia остается под вопросом. Итак, общий итог по Xperia Z5. Что не так с ремонтопригодностью? Очень много клея, из-за которого смартфон сложно разобрать и почти невозможно сделать водостойким после ремонта. Дополнительные сложности в замене сканера отпечатков пальцев, микрофона и фронтальной камеры. Рейтинг ремонтопригодности 6 из 10. Не очень. А если не учитывать ремонтопригодность, то это противоречивая модель. Хороший дисплей, хорошая автономность. Очень красивый корпус. Но ужасная система шумоподавления в камере. Беспомощный авторежим фотосъемки. Постоянный перегрев при съемке видео 4К в играх. Так что здесь надо рассматривать этот вопрос совершенно в другом ракурсе. Сколько стоит? Официальная розница 28 тысяч рублей. Серая розница 22-24 тысячи. Итак, это канал Отвертка. Канал домашнего мастера. Рассматриваем следующий кандидата. Samsung Galaxy S7 Edge. Самый неудобный в ремонте Samsung. Мастера просто ненавидят ремонтировать Galaxy S7 Edge. Да и просто S7 тоже. Но владельцев флагманских Samsung все равно принимают с распростертыми объятиями. Это самые хлебные клиенты. В вопросе удобства ремонта Samsung Samsung резко скатился в 2014 году, когда вышел Galaxy S5. Четверка и более старый Galaxy можно было отремонтировать в любом подвале быстрый, без серьезных затрат. С выходом Galaxy S5, который был еще со съемной крышкой и съемным аккумулятором. Просто потому, что для любого ремонтника Galaxy S5 сначала нужно выковырять дисплей, да так, чтобы не повредить рамку. И лучше заранее высвободить шлейф клавиши домой, который находится сзади. Затем нужно демонтировать винты под экраном, снять заглушку над мат-платой, а потом отделить микросхему от еще одной заглушки. С одной стороны, замена самого дисплея стала проще, если у вас есть подходящий клей, чтобы восстановить смартфоновую водостойкость. С другой, конструкция, как бы покультурнее выразиться, бредовая. И сам Samsung это признал, когда отказался от нее в будущих моделях. Но вы напрасно думаете, что в новой Galaxy разборка стала проще. Начиная с S6, флагманы Samsung стали налицо прекрасные, жуткие внутри. Одинаковые проблемы во всех новомодных корейцах. Стеклянный корпус, который норовит треснуть при разборке. Аккумулятор, это первый кандидат на замену в старом смартфоне, если владелец был аккуратным, спрятан в середине смартфона. И его не так-то просто заменить. Ремонтопригодность флагманов Samsung достигла донышка с Galaxy S7 Edge. Огромное количество клея, от которого неудобно избавляться при разборке. Шлейфы, которые обернуты вокруг рамки дисплея. И большой риск повредить их при разборке. И все нафаршировано максимально плотно. Настолько, что супер дорогостоящий дисплей нужно снимать, чтобы заменить сгоревший порт microUSB. Идеальный пример того, как производитель заставляет удалять мастеров гланды через труднодоступные места. По этой причине даже замена аккумулятора или аудиоразъема влетит вам эдак в 3-4 тысячи рублей. А за дисплей придется выложить 15 тысяч. Это половина стоимости S7 Edge в серой рознице. Galaxy S8, как ни странно, доставляет меньше неудобств в ремонте. Заменить защитное стекло без повреждения дисплея по-прежнему очень сложно. Количество уплотнителей со времен S7 Edge осталось прежним. Зато без злополучной аппаратной клавиши домой под экраном замена сканера отпечатков и клавиши питания стало проще. Антенны в корпусе прокладывали не человека, не навистники. А сам экран обходится ремонтным мастерским дешевле, чем он обходился в момент запуска S7 Edge. Итак, общий итог по S7 Edge. Что у нас здесь хорошего? Что не так у нас с ремонтопригодностью? Это экстремально дорогостоящий дисплей даже во второй год после выхода смартфона. Следующий риск повредить матрицу при замене разъемов. Крайне неудобное расположение антенны и хрупкий стеклянный корпус. Рейтинг ремонтопригодности 3 балла из 10. Это ужас. А если не учитывать ремонтопригодность, это лучший на сером рынке флагман по совокупности, автономности, быстродействию, качеству камеры и цены. Жаль, что он хрупкий и дорогой в ремонте. Сколько стоит? Официальная розница 43 тысячи рубликов, серая розница 30 тысяч рубликов. Итак, это канал Отвертка, канал домашнего мастера. Рассматриваем следующий образец нашего видеообзора. HTC One M9. Проще сразу выбросить. Если Galaxy S7H вам всегда отремонтируют, пусть и за бешеные деньги, то за ремонт флагманов HTC даже не станут браться. Поразительно, но HTC настолько мастера своего дела, что умудрились создать толстый смартфон в металлическом, не стеклянном корпусе, без водозащиты, которая мешает разборке, но почти не поддающийся ремонту. С одной стороны, заднюю крышку не нужно разогревать, прежде чем ее демонтировать. Это плюс. Удар опроченства смартфона, если она не приземлится на дисплей, тоже неплохая. Но аккумулятор приклеен к материнской плате и находится под ней, со стороны дисплея. А сам дисплей можно заменить после полной разборки смартфона. После демонтажа всех частей, которые держатся либо на липкой ленте, либо на клею, обратная сборка настолько же сложная и нервная, да и держаться все неминуемое будет на соплях по сравнению с заводским состоянием. Поэтому будьте готовы к тому, что ваш UAN M9 или M8, смартфон исходный конструктивный, никто не захочет отремонтировать. А если такие смельчаки найдутся, то они уже точно отыграются на вашем кошельке за моральный ущерб в процессе разборки, сборки, омерзительного по организации начинки флагмана HTC. Хотя самым уродливым смартфоном с конструктивной точки зрения является тоже HTC, но уже дебютный UAN M7. В нем сначала приходилось прогревать и отдирать от корпуса экран, а потом, не отключая дисплей от микросхемы, потому что шлейфик где-то глубоко внутри, аккуратно выковыривать ложечками, да так, чтобы не повредить ни микросхему, ни разъем, ни камеру. Процедура уровня, когда вы выковыриваете хрящи из косточек супе. С той разницей, что с хрящами вы сразу делаете ням-ням и не заботитесь об их сохранности, а начинка смартфона тянет, может крякнуть и увеличить стоимость ремонта в любой момент. И, конечно, огромное количество клея и скотча, с которыми сеанс проктологии имени UAN M7 становится еще более веселым и увлекательным. Итак, общий итог HTC UAN M9, что мы про него скажем? Что не так с ремонтопригодностью? Чтобы заменить дисплей, нужно пройти сквозь все круги ада полной разборки. Аккумулятор приклеен к материнской плате, к нему сложно подобраться. Все комплектующие держатся на клее и липкой ленте, есть риск повредить начинку даже при аккуратном ремонте. Рейтинг ремонтопригодности 2 балла из 10. Шикарный вариант. А если не учитывать ремонтопригодность? Это поразительно красивый и брутальный мобильник с хорошими динамиками, ярким дисплеем, ужасной производительностью, плохой камерой и автономностью. Закопать и поставить под охрану, чтобы вдруг никто случайно другой не откопал и купил. Сколько стоит? Официальная разница, розница 43 тысячи, серая розница 20 тысяч рублей. Итак, рассматриваем последний образец нашего видеообзора Nexus 6P. Huawei одноразовый, со вкусом Google. Обычно ремонт китайских смартфонов занятие элементарное. Например, бюджетные Lenovo, от чего-то очень популярные в народе, одни из самых простых в разборке и сборке смартфонов вообще. Большинство моделей Huawei тоже не доставляют проблем в ремонте. Китайцы очень поздно пришли к прогрессивным идеям маркетинга с мусорной электроникой, поэтому даже недавний двуглазый Honor 6X можно разобрать с помощью пластиковой пластинки и отвертки. Никакого клея или хитроумной клейкой ленты в нем нет. В новой лопате MATE 9 клей уже есть. В нем есть клей, это точно. Зато конструктивных подлостей, хитростей в сравнении с Galaxy S7H или HTC One M9 или M8 нет. Все находится на привычных местах и демонтируется после обычного точечного нагрева. А вот Nexus 6P, который был сконструирован совместно с Google, это гений промышленного дизайна, по идиотизму конструкции может поспорить аж с первым поколением Apple iPhone. Сначала нужно разогреть заднюю крышку и отковырять ее часть присосками. Затем нужно выломать стеклянную часть, которая прикрывает камеры, а она трескается и без таких процедур. После этого вы увидите почти целую мат-плату, благо хотя бы разъем USB Type-C можно заменить отдельно, с вырезом под аккумулятор. Аккумулятор приклеен, куда же вы думаете, к дисплею, и для дальнейшей разборки его придется с большим усилием и большой осторожностью выковыривать. Дисплей придется заменять только после полной разборки. Это крышка, аккумулятор, камеры, разъемы, динамики. При этом тыловая камера, к которой доступ открывается сразу, подключен к мат-плате не везде в лучших традициях Санта-Барбары. Вы найдете коннектор только после полной и тщательной разборки. Итак, общий итог. Nexus 6P. Что не так с ремонтопригодностью? Чтобы заменить дисплей, придется полностью разобрать смартфон. Аккумулятор приклеен к дисплейному блоку. Огромное количество клея на всех комплектующих. Стеклянная заглушка на тыловой камере и вспышке. Это сразу расходный материал при разборке. Следующая, тыловая камера крепится на противоположную сторону мат-платы. Заменить ее можно будет с помощью полной разборки смартфона. Ремонтопригодность 2 балла из 10. Паршивенько, конечно. А если не учитывая ремонтопригодность, то что мы им в руках имеем? Это последний классический Nexus, за который не стыдно. Хороший дисплей, отличная тыловая камера, классные стереодинамики, ужасный процессор и неоправданно высокая цена. Сколько стоит в официальной рознице, он везде распродан, но стоил-то в принципе 30 тысяч рублей. Серая розница не так уже и далеко ушла. 28 тысяч рублей. Это канал Отвертка. Я думаю, данная информация вам будет полезна. Подписывайтесь на наш канал. С нами будет интересно. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка. 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 Продолжение следует...